В Кыргызстане из средств, выделенных Глобальным фондом, Центру борьбы со спидом и Центру фтизиатрии, 120 тысяч долларов признаны как неподтвержденные и несоответствующие критериям, сообщает Эки Пресс. И все эти деньги, подчеркнул руководитель подразделения по управлению грантами Глобального фонда Марк Элдон Эдингтон, выявивший растрату, Кыргызстан должен будет вернуть. В ходе проверки выяснилось, что несколько десятков тысяч долларов были потрачены на поездки, денежные вознаграждения, разведение рыб и покупки автомобиля для жены руководящего сотрудника проекта. И если разведение карпов для дополнительного питания больных туберкулезом можно списать на пылкое желание помочь пациентам, то вот уже покупку автомобиля за 5,5 тысяч долларов для супруги руководителя проекта и завышение стоимости ремонтных работ по-другому, кроме как хищением в особо крупных размерах, расценивать трудно. Мы спросили у эксперта, у всех ли международных грантов в Кыргызстане такая же судьба или это уникальный случай? Сколько процентов от международной помощи после руб чиновников все-таки доходит до дела? На каверзные вопросы отвечает политолог Нурсултан Токтасунов. Необходимо заметить, что в Кыргызстане, да не только в Кыргызстане, а вообще во всех странах медицина – это своеобразная такая мафия, где каждый цент, каждая копейка ставится в учет этой теневой экономики. Но считаю это, конечно, очень варварским и неприятным событием, когда это характеризует частную этику у руководства Республиканского центра по борьбе со спиртом, а также Министерства здравоохранения. И думаю, было бы более правильным, более целенаправленным, если бы возбудили уголовные дела по статье о потреблении служебным положениям. Необходимо заметить, что деятельность любого НПО, любого НКО регулирует налоговая инспекция. И в этом плане их доходы и как они распределяются, это, конечно же, нужно ставить в вопрос частной этики, поскольку изменение каких-то определенных трат или же нецеленоправное использование, это во многом характеризует, скажем так, менталитет самого народа. То есть здесь мы можем выявить закономерность о том, как развивается та или иная страна.